Привет первым, кто к нам присоединился, зато эхо исчезло, фух-то слава богу, очень трудно так говорить, если эхо включается, ожидание от Михаила Жоня, я его уже заметил, он уже, вот он, Мишанечка. А сразу выскочил, да, потому что долго не выскакивало, сейчас выскочил. Так гораздо лучше, да, 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 привет, привет, Суши Нелайф, привет. Денис, как дела? Дела отлично, вот ведем прямой эфир с моим другом и прекрасным актером Михаилом Жонином, спрашивайте все, что вас интересует, потому что вы же понимаете, Миша гость в сети достаточно редкий, вы не представляете, каких мне усилий стоило реализовать этот эфир, поэтому спрашивайте сейчас, потом не спрашивайте у меня. Миша человек очень занятой, он постоянно на площадке, постоянно где-то на озвучке, и это очень было, конечно, нелегко, но все-таки мы справились. Так, что, что Миша отвечает в директ, если да, ответь прошу, я каждый день пишу, ты лучший. Пишет тебе Мария. А ху-ху, не хо-хо, это однозначно. Михаил, есть ли у тебя домашние животные, вот спрашивают у тебя. Да, я видел, есть у меня домашние животные, потому что я пока живу в квартире, домашние животные должны жить в доме. Не говорю там про крыс, крыс или там хомячков, попугайчиков. У меня будет собака. Однозначно. Собака. Вот, кстати говоря, у меня спрашивали, кто-то писал, что не успевает на эфир, и просил спросить у тебя несколько вопросов, в том числе и хотел ли, хотел бы ты, возможно, такого же друга. Зависло, да. Фу. Зависло, все, все, все есть. Ура. Ребята, мы сегодня боремся с техникой просто на грани фантастики, конечно. Так, читаете ли фанфики по псу? Фанфики читаешь? Бывает. То, что ребята пишут, альтернативные сценарии. Я читаю, мне особенно нравится, потому что я, наконец-то, там главный герой. Меня просвещает вот этот человек. Да, я читаю Миша вслух, вот, чтобы, понимаешь, как-то... Очень хорошие идеи, очень хорошие. Просто, к сожалению, не мы властны над этим вопросом, и мы можем, конечно, предложить, но это не факт, что надо. Сейчас. Марьяша, привет. Тебе Миша привет передает? Привет. Привет. Ма-ма. У меня звук. Я не слышу тебя. Звук у него. Ну, ты все понимаешь. Я все понял. Ма-ма-ма. Тут ко мне просто курьер идет, и он звонит, я его сбрасываю, сбрасываю, и он мне звонит. Мне очень-очень хорошо просто. Есть дождь, который у нас по жизни? Да. Сидеться. Да. Слушай. Это вот especially for you. Ребят, ну, блин. Короче, это топ-3 всех вопросов про пса, которыми меня уже просто продырявили мне голову. Это первый, это будет ли пес 6? Второй, это... Будет. Вернется ли Лена Хмага? Пошлем, увидим. Это никому неизвестно. И третий, действительно ли Гнис сделал такой, как в фильме? Ребята, как можно быть таким, как в фильме? Нет, можно, конечно, но не для вот этого человека. Сто процентов. Можно. Я видел, я видел и знаю таких людей. Но вообще это собирательный образ, поэтому... Нам на съемках достаточно часто подходят люди и говорят, в каждом отделе есть приблизительно вот такое, вот такое. Ну, поэтому тут никаких чудес. Я же говорю, образ собирательный. Михаил, а вы меня помните? Я обращаюсь к Михаилу Геннадьевичу. Михаил Геннадьевич, вы помните меня? Я приезжал к вам на съемки на проспект Бандеры 28А. Ребят, очень тяжело запомнить после съемок. Мы видим сотни лиц в день. Водят и, простите, ради бога, ну, простите. Это невозможно все это помнить. Сто процентов. Почему не крутят твой пес по СДВ? А вы сами смотрите пса? Что касается там, ну, я думаю, Дениса, это тоже. Конечно, я просматриваю. Как я в своей группе писал, потому что работал над ошибками, никто не отменял. Ты просматриваешь, смотришь, где это можно было сделать лучше, качественней. Можно было так, так, так. Ты расстраиваешься, потом, конечно, потому что всегда можно сделать лучше. Сто процентов. Смотрю. Сейчас смотрю, пес где гнездилов в ошейнике. Да, было. Ага. Пока я до бабушки. Ви, Никитуша, Кина, пока. Как вы относитесь к Ольге? Прекрасно. С трепетом, нежностью и глубоким уважением. Великолепная акриса, великолепный человечек и великолепный партнер. Это сто процентов. Привет из Питера. Питер, привет. Да-да, крутая серия. Это про ошейник, имеете в виду? Ошейник, шикарная серия. Ага-ага, карантин. Нравится ли ты, а не за актеров и называют вас их именами? Это издержки профессии. Это может нравится, может не нравится, а оно так и есть. С этим надо смириться и все. Сто процентов. Сейчас смотрю серию про Маракую. Была такая серия, да. Да, таблетки от маракасов. Таблетки от маракасов тоже такое было. Сложно ли было играть такого дурачка? Ну, я вам скажу. Нет, мне не сложно. Мне не сложно. Помните «Желтый саквояж»? Спрашивают. Да, да. А было такое кино? Приедьте, пожалуйста. Я что-то не помню. У меня сейчас включили НТВ и там вижу, слышу вас в ваших ролях. Как вы относитесь к Андрею? Точно так же, с большим глубоким уважением, с рабочей толерантностью. Замечательный, да. Ленка, мне придется допросить тебя с пристрастию. Да, это Мишина произведение творения. Мне еще, знаешь, что понравилось? Я прямо аж в голос засмеялся, смотрел какую-то серию, не помню, какую же, где ты подходил, кадрил какую-то барышню и говорил, я страшно уполномоченный. Это было потрясающе. Страшно уполномоченный, это великолепно, я считаю. Сейчас смотрю, все сели подряд, все сели подряд, так-так. Где берете вдохновение, вот спрашивают. Где ты берешь вдохновение? Вот интересно. Жизнь? Я тоже не отвечу сразу так. Это наблюдаешь, видишь и чувствуешь, и как губка впитываешь, и потом выдаешь в помиде своего таланта. Согласен. Оно откуда-то, ну я не знаю, вдохновение, это... А ты уверен, что мы его вообще с тобой где-то берем или входим в это состояние? Мне кажется, мы постоянно в нем пребываем, вот в каком-то таком вот... Такой, как пионер. Это отношение к жизни. Это больше, да, это... Я бы даже сказал, стиль жизни, наверное. Оно не берется. Оно либо есть, либо его нет. Ну, может, есть какие-то частности, там, совсем частности. Вот, а так это... Ну да, стиль жизни, ну а как? Это любовь к жизни, вот где чертается вдохновение. Ну, вот если уже так. Это любовь к жизни. 100%. И к людям. Ну да, это придает силы. Придает силы дальше вот это вот делать. Чтобы... Чтобы быть в персонаже, чтобы воплотить реальную судьбу, реальный характер. Чтобы людям это нравилось, чтобы они смотрели и испытывали какие-то определенные чувства, определенные потрясения по этому поводу. Это искусство. Это такая штука, что оно присутствует постоянно. Сколько времени уходит на съемку одной серии пса? Пять дней. Пять дней ровно мы снимаем одну серию. Да. Иногда бывает шестой операторский. Да, Костя? Ты еще с нами? Ружик. Спрашивают, как вы с Мухтаром взаимодействовали. 100% тебя спрашивают. Я просто уже отвечал. Расскажи про свои отношения с Мухой вообще. Все в порядке. За кадром. Это чудеснейший пес. И мы дружим. И все нормально. И он ласится. И все остальное. Но он зверь. И должен... Должен исполнять то, что он должен исполнять. Вот. А так как он зверь, у него есть определенные инстинкты. Вот он ими и пользуется. Ну, так положено. Это зверь. Это животное. Но это только в каждом этапе. Там, где происходит какая-то агрессия. Тем более, ну, по поводу главного героя. Ну, не Дитоса. Понятное дело, там... Ну, он зашли вот друг и охранник. Понятно, что... После нашего кинолога, Виталика, на площадке, самый большой друг для пса, это Никита. Ну, так должно быть. И это правильно. И... А в кадре, когда там происходят какие-то движения агрессивного порядка, пес реагирует просто как он должен реагировать. Ну, это зверь. Ничего страшного. А за площадкой все нормально. У нас все будет. Миша, и тебя Анатолий спрашивает, какой твой любимый комик? Комик? Ох ты, как интересно. Ох, какой вопрос. Я никогда не думал об этом. Я, может, не смогу назвать фамилию, но самый лучший комик, это комик с грустным лицом, с грустными глазами. Ну, вот так вот. Как Юрий Никулин? Никулин. О, этот великолепный, гениальный же человек. Луи де Фюнесс? Не, Луи де Фюнесс прекрасен. Он прекрасен. Так что, смотри, выскочил у меня из головы. Наш, наш клоун, ах, вылетело из головы. Вылетело из головы. Но он еще шоу свое делает. Такой фантастический день. А ну, подключись. А диссид? Ну, сколько их у нас. Маски-шоу? Георгий Делиев? Нет. Барский? Не Делиев. Делиев? Как, как? Барский. Делиев великолепный. Нет, нет, нет. Ну, вылетело. Ну, простите. Ну, вдруг вспомнишь еще в течение, да, вот этого всего. Снежное шоу. Если кто-то это видел, кто-то это все так помнит. Мимикричи. Снежное шоу. Мимикричи делали. Да. Это было гениально. Прекрасно. Приедьте, пожалуйста, в Волжский. Ребята, сейчас очень трудно с переездами. Вы же понимаете, видите, что происходит. Пане Михайло, переглядала мой фильм Ранго. Было надзвичайно приятно чути ваш голос в украинской озвучке. Ты озвучивал Ранго, я не знал. Да. Ранго это... Ну, не самого Ранго, а... Про ящерку по стелле такая. Отлично. Мои дети знают тебя по панди-конфу, по Тайлунию. По голосу Тайлуния. А я, собственно говоря, как фанат Хоббита, Торина Дубащита воспринимаю только в твоем исполнении. Дякую, дружище. За то, что любит петуха-кукушка, за то, что хвалит петушка-кукушка. Что это значит? Это по-гильдиловски. Петушка-кукуха. Это гениально. Да, мой дорогой. Прости, петуха-кукушка. Надо поучить. Нет, ну почему? Ты же меня не хвалишь. Я еще только студент озвучки, понимаешь? Я еще ничего не озвучивал. Но я учусь, я стараюсь. Правда, все остановили пока. Но я думаю, что восстановлю. В отдельном, когда я слышал, что ты мне прислал, как ты это делаешь. Не ври. Не ври. Слушателям и зрителям. Ну, было. У этого человека все. Ничего. Дело времени. Спасибо. Я даже не повторю про куку. Петушка-кутуха-кухалит. Это прекрасно. Гнездилов, как тебе клава пишет? Как мне кто? Клава. Как Гнездилову клава. Это же боль моя, печаль моя гнездиловская. Если вы Гнездилова спрашиваете, естественно. Скоро эфир автоматом закончится. Там вообще только час. Ребятки, мы пока сражались с нашими техническими неполадками. У нас, я думаю, что полчаса прошло. Поэтому у нас еще минут 20-30 есть железно. Где шляпа? Шляпа в костюме. Это будет по-черк. В мерном цехе. Это 100%. Однозначно. На складе. Шрамы покажи. Ох, интересно. Что, что, что показать? Шрамы? А, Костя писал. А, это Костя. Иди в баню. Шрамы покажи. Имеется в виду, наверное, Шрамы от Муфтара. Имеется в виду. А, не, ну, ладно. На спине? Да, на спине есть. Слушай, а правда, что тебя покусывал граф частенько, да? Ну, от меня покусывал грызь. Обалдеть. До крови. Кошмар. Денис, в каком моменте в сватах снимались? Расскажите, пожалуйста. В самой первой части, в самой первой серии я играл Максима, папу, девочки в сватах. Все. Только исключительно в первом фильме. Вернется ли Екатерина Марченко в проект, который играет в любовном аромата, в роли Мишу? Это к тебе вопрос, наверное. Я не играл в любовном аромате. Я, простите, мои други, даже я не помню. Это давно, наверное, было. Я не помню. А, любовный аромат. Это, кстати, из серии. Кто, кто? А, любовный аромат из серии. Точно. Это... Екатерина Марченко. Ребята, да, это не от нас зависит просто. Если Катя... Ну, это надо, чтобы я... Если Катю позовут, да, это не мы решаем, к сожалению. Ну, нет. Хотя у нас есть люди, которые... И играют по несколько раз роли, чтобы мы очень всегда очень сильно смеемся по этому поводу. В одной серии он один, через сезон этот человек другую играет. Мы это всегда пытаемся обыгрывать. То ли его выпустили, он отсидел, то ли он там переквалифицировался. Когда у нас есть такой персонаж, Бармен, который вот у нас появляется там в многих сериях, мы ему придумали, что вот после нашего появления там туда его выгоняют еще твоей бабушке из заведения, и он ищет там другое. А мы туда все равно приходим. Ну, такие штуки бывают. Ну, помнишь вот этого нашего партнера, Белобурю Синько? Я, правда, его видел только на экране. Я на съемках ни разу не снимался вместе с ним. Да, да. Только талантливые люди могут играть клоуна, вот пишут. Спасибо. Комплимент тебе. Это правда. Спасибо. Спасибо. Так, перематываю в конец, ребята, извините, не могу, ну, если буду читать все, просто вы уйдете далеко. По комментариям имею в виду. Заметьте, пожалуйста, говни Максимову, где вещь, все, чем эти, так, это какие-то твои фразы опять пишут, которые ты придумывал в кино. Миш, ты когда в магазин приходишь покупать, просишь смартофон показать или смартфон? Слушай, а вот интересно. У меня делается проще. У меня делается проще. Я говорю, вот это мне покажите. Слушай, ну ты же уже показал, ты же уже покупал новый телефон с тех пор, как слово смартофон пошло в эфир. Вот интересно, да, было бы. Несколько раз. Круто. Подходил и говорил просто, покажите мне вот это, да, и все. Ну да, вот это. Как мне в детали. Это круто. Михаил, какую роль легче сыграть, комедийную или драматическую? Разницы нет. Оно, дело в том, что дело не в сложности. Ну как, сложность это не та категория, это не та плоскость. Там просто, ну, другие приемы работают и другие. Ну, другой подход. Оно, что так, что этак. Ну, оно не сложно. Оно сложно уже в процессе, потому что сам процесс сложен, безусловно. Потому что очень так просто всем кажется, что вышел текст и пошел там. А это очень большие энергетические затраты, и физические, и физические иногда. И дело не в сложности. Актер должен уметь играть все. И это должно ему быть что-то, что-то. Все равно. Все равно ты без жара. Спрашиваю для тебя, вот, Михаил, дала ли роль отпечаток в жизни? Какая именно? Гнездилова имеете в виду или какую-то другую роль? Похоже, что да. Похоже, что Гнездилова, ну, на чем отпечаток? На моем развитии? Нет, это я могу ответить, что не дала отпечаток. Миша развивается каждую секунду, каждый день. Спасибо за Андрея Мазура. Спасибо большое. Тебе писали еще школа Ружковского на лицо, кстати говоря. Спасибо, да. Это мой мастер. Это великий дед. Великий дед. И я очень счастлив, что я именно к нему попал. Очень счастлив. Михаил, у вас дети есть? Нет, у меня детей. Ладно, давайте личные вопросы не задавать. Мы сейчас не об этом. Какая у вас была кличка в школе, спрашиваю. У тебя была кличка в школе? У меня была. У меня клички не было. У меня было оскорбительное слово. Если хочешь... Не говори тогда. Слушай, я свободный человек. У меня фамилия Жо-Мин. Меняйте одну букву. Н на П. И вот вам. Моя какая радость. Кошмар. А у меня была кличка. Меня называли... Да, прикинь. Одноклассники. Я тетрадку исполняю. Тебе дети, понимаешь? На мои тетрадки. Мы еще учились. Мы подписывали тетрадку. Часть тетрадки. И мы доброжелатели. Да, фу-у-у. Так вот, что я весь подо мной. А меня называли в школе кирпич. Блин, это лучше, чем жопин. А я... Называли кирпич. Да, я помню, когда познакомились только... Слышно такая была? Ну да, у меня были длинные волосы. Вот такие прям по плечи. Я носил шапку, которая тоже ругательно называлась в девяностых. Она такая была гладкая. Прям всю голову прижимала. Ты помнишь, о чем я говорю? Да, да, да. Вот. Я когда в школу приходил, эта шапка приминала все волосы. Я ее снимал, у меня была квадратная голова. А, я понимаю, что такое, если ты с длинными волосами, то да. Ну да, ну и потом я еще достаточно часто дрался в школе, потому что, ну опять-таки, длинные волосы на бритой наголо Аполлоне девяностых. Это было провокационно достаточно, поэтому часто приходилось отстаивать свою правоту в бою. Вот, и вот такая, да, 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 была история. И с этим тоже связано это прозвище. Но самый прикольный момент был, когда я пытался произвести впечатление на только что познакомился с девушкой буквально вот этот вот вечер с моей будущей женой. Пытался произвести на нее впечатление, и кто-то из моих одноклассников так именно, слышь, кирпич. И как-то так, да, было немножечко конфузно. Михаил, скажи, пожалуйста, тут, дебил, у меня все понятно. А, это уже было, ребятки. Блин, вы как я. Это прекрасно. До какого класса вы доучились? До одиннадцатого или до девятого? Я до одиннадцатого учился, а ты до какого? Я чуть-чуть поземнее, я уже по десять. Ты же десять лет. Еще тогда одиннадцатого класса не было, да? Не было. Кстати, через год, да, по-моему, да, на следующий год после меня велся через два. Ну, что такое класс одиннадцатый класс. Михаил, были ли в Азербайджане? Денис, очень... Как что? Спрашиваю тебя, был ли ты в Азербайджане? Нет. Нет, не довелось. Не довелось. А ты что говорил, я тебя перебил, прости. Денис, вы очень круто играете на гитаре. Подтверждаю. Да. Спасибо, дорогие. Это великолепно. Хорошо ли вы поете? Миша поет прекрасно. Это я вам тоже подтверждаю. И это видно из нескольких записей наших вот совместных. И кукуетушку и... Нет, кетуха и тетушку, да-да-да. Ну, чего ты? Мы с тобой отлично поем. Вон в Инстаграме выкладывали. Прекрасно же получалось. Нормально все хорошо. Да, тебе главное, что вам нравится это делать. Ну что, мы споем что-нибудь? Давай что-то споем. Будете петь сегодня? Ну, конечно, будем. Начнем. Так, я отключаю наушники. Как меня слышно? Эхо нету, слава богу. Да, вроде нормально звук. Так. Ну что? Есть звук? Слышно хорошо? Вот он, мальчик, взял гитару. Мишаник, скажи что-нибудь, я тебя не слышу. Я тебя слышу. Все, и я тебя тоже слышу. Были ли в Днепре? Не знаю. Заставка. У меня есть заставка эфира. Саша написала, наша Сашка написала. Это называется эфир, называется Вечерний Роднянский. Шури? Да. Написал. Есть заставка эфира. Камон. Заставка эфира была. Ну что, давайте споем песню. Мы с Мишей очень любим группу Аукцион. Может, кто-то из вас помнит такую песню? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это про что, про что? Когда день рождения у тебя Спрашивают Ну это вообще доступная информация Ох, какой вопрос Как вызвать слезы у мужчины В сцене Это про зрителя Или про Не уточнен вопрос Потому что как вызвать слезы у мужчины В сцене Как вызвать слезы у мужчины Вы имеете ввиду как заплакать Или как сделать, чтобы зритель заплакал Что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду? Хороший вопрос Хорошо, можно ответить так и так Богатые тоже плачут Помните такой сериал? Так вот мужчины тоже плачут Все нормально Просто эти слезы очень дорого стоят Совершенно верно, да И здесь надо очень тонко играть Со своим собственным внутренним миром Знать себя хорошо Быть очень честным с собой И вытаскивать на поверхность Те зарытые вещи Которые могут Это то, о чем говорит Миша Что это дорого стоит Это реально Это непросто С наступающим праздником Вы такой позитивный Мой восьмилетний сын Ваш фанат Миш, скорее всего, твой Ждет всегда с нетерпением Он говорит там же Гнездилов Вот Вы полицейские? Не, мы не настоящие полицейские Мы актеры Мы только играем полицейских У нас даже на На нашем кабинете Написано Следователи А какие мы Следователи там Если мы занимаемся Всем чем угодно Оперативники Для людей, которые понимают Что это такое Это очень смешные вещи Михаил, сложно ли было Играть роль врача В сериале Черговый ликарь? Пожалуйста, ответьте Сложность была Одна Термин Термин Профессиональные термины Они иногда давались Конечно Сложно выговорить Даже просто Михаил, как вы относитесь На любом языке? Тату Есть ли у вас татуировки? Нет У меня татуировок нет Я Не ношу Ни цепей Ни часов Ни Ни тату Я Чистый Свободен Ну, скажем так Я Своё тело не порчу Вы можете Хотя Я не против этого Я не против этого Каждому своё Просто у меня Своё Если уже Допустим Тату Делать Ну, вот Допустим Это уже Что-то такое Должно произойти И Это как Ну Как знак Как Ну, в общем Это очень Дорогого стоит Ну Опять же Дорогого стоит Это должно быть Ценность Которая Всю Жизнь Будет Правильно Чтобы Её потом Не было Стыдно Тебе За это И не Надо было Выводить Ну да У нас Очень часто Меняются Всякие Понятия Устои Какие-то Приоритеты Постоянно Она же Живая Психика И вечно Из-за карантина Из-за карантина Съёмки Миша Камеру Опусти Ага Понятно Я понял Какие мечты Детства Вы воплотили В жизнь Давай сначала Ты Потом я Ну я Как в пятом классе Решил стать актёром Я воплотил Я мечтал Стать музыкантом И Ну и актёром Я хотел быть актёром Я хотел быть ведущим Какого-нибудь шоу Вот сейчас я Вечерний Роднянский Понимаешь Самое главное Я тоже Воплотил Всё воплощается Да Чем не шоу Так Служили ли вы в армии? Действительно Я не служил И я У меня там Ни друзей Ни знакомых Я решил туда не идти А меня Должны были забрать В период Это мне было лет 15 Это был где-то 96-й год Никто ничего не понимал Куда Что Кого Зачем И как-то меня потеряли Было ли время Когда вы Не хотели быть актёром Ответьте Пожалуйста Нет Никогда Аналогично У меня тоже Хотели ли вы Работать в полиции? Я нет Каждый должен заниматься Своим делом По моему Ребята В новом Все Игорь Вы ещё смешнее Никита Круче Вахтанг Ещё спокойнее Или всё Ровненько Как в последних Это знают только Сценаристы Авторы сценариев И продюсеры Мы пока не можем Ответить на этот вопрос Вам Пока не увидим Сами сценарии Может быть Всё что угодно Я боюсь Что и они Ещё этого не знают Я хочу стать кинологом Успеха Это Профессия Очень интересная Сколько лет Вы учились Играть на гитаре Я с 11 лет Играю на гитаре То есть Соответственно Сколько 37 27 лет Я играю на гитаре Самое лучшее Шоу в мире Спасибо Диана Ответьте пожалуйста Можно мне стать Гостем с вами Ребятки Нельзя К сожалению Не сегодня Это вот Сегодня у нас Совместный эфир Я так обещал Всем чтобы Совместный Вот С Мишей Я хочу работать В полиции Прости Денечка Денечка Прости Мне Сэрфа пишет Пусть Пусть Пойти Пойти на Правоохранительную Деятельность Можно Пойти На Оперативника Вот это уже Не наша Компетенция Не знаю Честно Сколько Надо времени Чтобы выучить Сценарий Нисколько Это сразу Делается Я сценарий Он Да Ты читаешь Сценарий А потом Перед Съемкой По выборке Учишь уже Текст Сценарий Читается Просто читается Понимается Там о чем Все речь А потом Выпущен площадку И встречается С приказами И сценарий Переделывается Просто До нельзя Его Не смысл Учить При том Что Генеральная Линия Остается Генеральная Линия Остается Просто Сама Жизнь Диалоги Шутки Это все На площадке Делается Тоже Чи Будет И вы Браты Участь У спектакля У Львови Непонятный Вопрос Ну Наверное Имеется Ввиду Со спектаклями Ну Пока что Не намечается Пока нет Мишаня Привет Из Новой Каховки Передает Новая Каховка Где Ты Я не вижу А вот Новая Каховка drtaran.a Привет Новой Каховки Так Кто Придумывал Имена Всех В Псе Всех Наверное Имена Придумывали Продюсеры И сценаристы И только Одного Персонажа А Нет Подожди Моё имя Придумали На площадке Коллегиально И Миша По-моему Был первый Кто Озвучил Именно Вслух Я не помню Кто Тот Да Это Был Или ты Или Я думал Ну Я Ну Ну Что Мы С Никитосом Хохотали По этому поводу Отчество Придумывались Имя И Отчество У У меня Просто У нас Есть еще В Украине Артер Такой Гниздил У него Конкретно Имели Гниздил Его Зовут Игорь Потому что Мой персонаж Был прописан Просто Гниздил Ну А я Знаю Этого Человека Он Великолепный Артер Комедий Вот Он Чистый Ну Он Хорош И я Думаю Ну Как же Не взять Ну Как же Не взять Игорь Не Сделал И мы Потом Встретились На съемках Синемор По-моему В первом Даже Сезоне И Мы Встречаемся Приемерке И Я Говорю Игорюша Прости Ну Я Не мог Просто Ну Не Не взять Твое Имя И То-то То-то И он Говорит Матюка А я Не знаю Вечерним Роднянском Пока Никакого Рекламента Нет Ну Слушай Да Ну Это Нематюка Что Долбоеба Какого Ты Играешь Я Говорю Да Игорюш Делай То Это Зеленый Свет По этому Воду Это Было Очень Смешно О Боже Это Прекрасно Привет Из Харькова Харьков Привет Всей семьей Смотрим Пса Каждое Слово Знаем Наизусть Ребята Очень нам Приятно Спасибо Что смотрите Спасибо Что Вам нравится И вы с нами Спасибо Большое Мы же это для вас И делаем Денис А как вы Относитесь К своим Фанатам Это касается И Михаила Геннадьевича Вместе Ребятки Люблю Фанатов Своих Искренне Спасибо Что вы есть Я Я очень Меня всегда Трогают Ваши Произведения Как фото Так и видео Вам большого Успеха Огромного Я рад Что Что-то Из того Что я делаю Может вдохновить Людей На то Чтобы сделать Там ролик Например Это прекрасно Это касается Меня Михаил Сейчас ответит Я Присоединяюсь Ко всем Словам Но я бы Маленько Уточнил Либо Денис И Михаил Либо Михаил Геннадьевич И Денис Попадькович Ну так бы Было Это так Это не Зависит Привет из Сочи Сочи Привет Сегодня Прочитал Пост Александра Роднянского О том Что Переносит Кинотагры А он должен был Я ничего в этом не знаю В октябре Аж А нет В июне В июне Но я слышал Что еще и Октоберфест Отменили тоже А он Совсем поздно В октябре Это еще не так Это еще не так В каком городе Снимали Пес Это еще не так Пес снимаем В Киеве В области Киевской В основном В Киеве А в жизни Вы нормально Относитесь К Панфилову Спрашиваете Он наш друг Однозначно Это наш дружанин Да Мы дружим На площадке Замечательная Слава Богу Все хорошо Команда Прекрасный актер И прекрасный человек Какой у вас был В школе Любимый урок А какой вы Ненавидели Ну начни А я продолжу Я Я любил Английский Зарубежную Литературу У меня были Прекрасные Педагоги В школе По вот этим Предметам Биологию Обожал Мы как-то Дружили с учителями Они молодые были Веселые Классные Ну они и сейчас Такие же Молодые Веселые Классные Для нас Всегда Вот А какой Ненавидел О боже У меня был момент Когда я ненавидел Алгебру Это был момент Когда я перестал Ее понимать Вот окончательно Знаете Бывает такое Что ты Не понимаешь Что-то на уроке Бывает такое Что ты не понимаешь Половину Там 50% А у меня такое было Что я не понимал Ни одного процента Вот Я мог с тем же успехом Уроки на немецком Слушать Вот алгебру Абсолютно Не понимал Договаривался С одноклассником С Андрюшей Сидором Договаривался С ним Что я приходил К нему домой После школы Он мне делал Помогал делать Домашнее задание По алгебре А я ему учил За это Одной песней На гитаре Одной Одно домашнее задание Одна песня Вот таким образом Благодаря моему Этому другу Однокласснику Я доучился Нормально До выпуска Из школы Касательно Алгебры Вот У меня вот так было Теперь ты расскажи Я гуманитарий Тоже Это Ну Литература Диалогия Естественно Анатомия Понятно Чуть Где у кого Там что находится Ненавидел Не было Такого Но самый Мой любимый Нет Это перемена Да Класс Это прекрасно Феодосия Привет Привет Дорогие Михаил Нравится ли Вам Ваш герой Гнездилов Конечно же Я его люблю Иначе Ничего не делал Можем ли мы Встретиться В Москве Когда я туда попаду Ребят Мы в Киеве живем А сейчас Мы в Киеве Закрыты По домам Почему не отвечаете На сообщение Джессика Зепету 26 Мы вот уже Час отвечаем На сообщение Не делаем Ничего другого Просто очень быстро Крутятся Вопросы И мы не на все Успеваем ответить Привет из Белоруссии Привет Белоруссия Это один человек Который Не понял Привет Красногорск Привет Передайте привет Сочи Привет Сочи Как у вас дела Дела шикарны Вот встретились с Мишей В онлайне Наконец-то Мы давно хотели Кстати говоря Встретиться Но мы хотели Встретиться там Где-нибудь На берегу реки С гитаркой С шашлыком Сейчас Как бы Шашлычки Я думаю Что уйдут В историю Как пережитки Прошлой эпохи Потому что С тем Что сейчас творится Конечно Это жесть Горит все Просто Атакурка Не знаю Я на Пасхе На шашлык Это каждому свое Дальше Правда что Я дочку родила В день рождения Михаила Надеюсь Это не просто так Вот Видишь Сообщение Я Как я должен К этому относиться Я имею Отношение К этой дочке Спасибо Ну конечно же Имеешь Тебя смотрит Вся страна Так ну Это же не беременеет Ну перестань Сохраните эфир Эфир сохраню Обязательно Михаил Как вам сериал Птица в клетке Мой любимый Ну Пес конечно же Птица в клетке Ты снимался В сериале Да Что-то такое Я помню Честно сказать Я даже не помню Что я там делал Ну правда Я Не Не все помню Иногда Руку бывает Руку Ты понимаешь Все уже Парить не держит Кем Вот тут Отличный А давай Прекрасный Вопрос был Да Вот Отличный Вопрос Кем вы работаете Знаете У меня есть Подруга Актриса Юля Гершаник Прекрасный Человек И с блестящим Чувством юмора Она мне классно Рассказала анекдот Сколько зарабатывает актер Ну Не знаю В зависимости от того Кем работает актер Мы работаем актерами Я вам уточню Можно Мы не работаем Актерами Да Оно-то считается Нашей профессией Но это Это как призвание И Это Мы не на работу Ходим Это Это Не считается Работой Это Это Опять же Стиль жизни Ну наверное Как-то так Это не работа Работа Это когда Она может даже Не доставлять удовольствие Там Еще что-то А тут Это как Это ты идешь Ну как На праздник Это даже Хобби назвать Ну Может назвать Это хобби За который Еще платят деньги Ну Совершенно верно Это как Как работать Скульптором Или танцором Как работать Певцом Ну вот Ты просто выходишь И поешь Вот я Просто сижу дома И пою Вот с гитарой Я буду петь По-любому А Его все равно Стали Да Хорошо Когда еще За это деньги платят Да Сто процентов Гнездилов Лучший Пишет тебе он А вы сами смотрите Сериал Пес Я смотрю с удовольствием И в качестве Работы над ошибками Которую никто не отменял Как говорит мой друг Михаил Жонин И в качестве Просто получить удовольствие На самом деле Пса Потому что Вот реально смотрю Честно говорю Мало картин Где там Я снимался И я смотрю Чтобы получить удовольствие Но вот пес Входит в их число Кстати да Кстати да Кстати да Так вот Миша пишет Твоя Группа Некоторые Ты видишь Что они написали Некоторые Проститутками По той же причине Становятся Ну Любимое дело Понимаете Это такая вещь Что как бы Кто что любит Поэтому Дорогие Дорогие мои Проституция Это древнейшая Профессия И искусство В мире Не трогайте Проституцию Это вот знаете Как разница Между Я не хочу Сейчас никого Обидеть И Толератик Между Гомосексуалистом И пидорасом Между геем И пидорасом Вот Тут тоже Большая разница Можно быть Прекрасным Человеком С нетрадиционной Сексуальной Ориентацией И в то же время Можно быть Традиционной Сексуальной Ориентацией И при этом Быть полным Конкретным Это правда Вам больше нравится Гнездила В первом сезоне Или в последнем Я имею ввиду Поведение Вот спрашивают Тоже у тебя Это Ну это Закрос ответить нельзя Потому что Это не может Мне нравится Не нравится Потому что Оно развивается И Ну Все имеет Начало Все имеет Продолжение Посмотрим Какой конец будет Денис Как вы относитесь Когда в Псе Вам говорят Вахтанг Я дома Каждый день Говорю Вахтанг Уже с головы Это не вылезает Мне нравится Прекрасное имя Совершенно Миша еще придумал Пару вариаций На тему Вакханг Например Это от Вакханалий А недавно Мне очень понравилось Мне написали В инстаграм Вахтанг Ска На конце Вахтанг Это как Блядь Это как Танг Понимаешь Вахтанг Танг Это прекрасно Это хорошо Да Там есть Одна Драка Где Действительно Похож На танг Поэтому Вахтанг Там именно То что нужно Михаил Вы просто Великолепный И неподражаемый В роли Гнездилова Тебе пишут Кстати в сериале Хотелось бы видеть Больше сцен С вахтангом Я с вами Абсолютно согласен На эту тему Ответьте пожалуйста За какой Хоккейный клуб КХЛ Болеете Это Вопросы К Никите Он у нас Хоккеист Да Хоккеист у нас Никитос Это к нему Это он в этом Разбирается Будет ли эфир С Ольгой Ребята Ответил Уже пока Не могу вам Ничего сказать По этому поводу Введу переговоры А где Максимов Мы не знаем Взрослый человек Он где-то 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 Спасибо вам за прекрасный сериал Не останавливайтесь Спасибо ребята Очень приятно Что смотрите Куда Помните как Вакханг Перебросил Перебросил Гнездо Да Было такое Боже Я очень переживал За Мишу Вот Потому что Ну на Планина Крупном Я Получается Мишу Перебрасывал Ну Идет начало Движение Потом делается Стоп-кадр И приходит Наш Замечательный Постановщик Трюков Кирилл Которого Уже Я перебрасываю Который уже Перелетает Через этот Стол Очень Беспокоился Через стол Есть люди Профессионалы Которые Которые Падают Так Безопасно И что это Смотрится Так будто бы Человека В хлам Разнесло Просто Скажу так Можно я Чуть-чуть Перебью У меня Тоже Много Летрюков Трюки Просто Не дают Мне делать Потому что Ну и правильно Не дают Правильно Не дают Потому что Можно Убиться Покалечиться Я же не этому Учился Хотя Я стараюсь Все делать Сам Вот В этих Переворотах Нас Поймали Что Мы По фактуре Конечно Там очень детально Все смотрят Да что же Вы его не Компания Скажете Ну Кирюша Ну Да Конечно Мы все Покрупнее Но Он там Большой мастер И делает Все И Опять же Ему Нужно Тоже Зарабатывать Техник Поэтому Надо Чеку Дать Доработать Спасибо Ребята Пишут Да Честно Вы Самый Лучший Актер Большое Спасибо Огромное Очень Рады Что Помогаем Искрасить И вам И нам Тоже Эти Будни В Карантине Собственно Говоря В самоизоляции Люди У меня Леша Выпал Где вы Живете Сказали Леша Выпал Эфир С Никитой Пожалуйста Будет Дальше Привет Привет Из Крыма Крым Да Что еще Ну спрашивайте Дружите ли вы с Панфиловым Да Дружим Все артисты Сериалы Пес Дружат Актеры И все Замечательно Хороший вопрос Трудно ли Стать актером Я вот тут Скажу Словами Моему Друга Он правильно Сказал Я от него Это услышал Знаешь Как десяток Так У нас еще Один вопрос Как часто Служебные романы Заканчиваются Свадьбой Если вы имеете Ввиду Актерские Бывает Бывает Это любые Это Это касается Не только Актерских И Как Показывается На жизнь Все Служебные романы Любой Отпрос Почему Андрея Саминина Нет в социальных Сетях Ребята Мы ж Не Нет Это Это Исключительно Позиция Каждого Человека Да Были ли Серьезные Травмы На площадке У тебя Были У меня Не было Нет Серьезных Нет Раз Было Ну как Это не серьезно При Когда я Висел В лифте Когда Меня подкидывали Изображал Невесомость У меня Помнишь Я приезжал Потом Мне Ковол Мне потянуло Спину Так Что Да Ну это Травма Не серьезная Но Казахстан Привет Дорогие У нас тут Тоже Любят вас И сериал Плюс Очень приятно Знать Такие Обширные Территории Слушай Я не могу У меня в голове Просто Не укладывается Как Далеко Показывают Нас Лимонидов Почему На грим Не зашли Перед эфиром Да ну Ребята На грим Понимаете Это эксклюзивные Лица В гриме Это нас Полно Привет из Тамбова Тамбов Привет Миша Плохо Видно Территор Насчем Плохо